Песня Мы только ради этого поехали в Москву, чтобы это не замяли, чтобы это дали ход, потому что время пройдет и все запустится. Я прошу вас, будьте все с нами вместе. Если их будут, приготовьте эти вопросы, хорошо? Позвоните, мы подъедем к вам домой, чтобы не вы ездили в администрацию, а мы подъедем к вам. Нет, не хочу ничего, пожалуйста, оставьте. Никто не... Оставьте, не хочу больше. Не хочу, извините меня, я не хочу ничего больше. Все это мне... Я, знаете, скажу одно, что мы не имеем права судить данную женщину. Ей Бог будет судья. Ей должен суд, невзирая на то, что предвзят, и суд у нас не предвзят с Россией. Я считаю, что любой судья... Мы пожили в 20-30 лет, мы тоже люди. Но за ребенка человек должен принести серьезное наказание за смерть наших детей. Мы ходим по этому улицу. Мы ездим за рулем, и мы сегодня никакой ответственности не берем на себя и не отвечаем за тех людей, у кого нет транспорта. Мы сегодня, что водители, что пешеходы, опасны для всех. Других раз. Бывают пешеходы виноваты, выбегают, а бывают и мы виноваты. Меня зовут Наталья. А по мне, скажите, я в школу. Спасибо большое, пожалуйста. Нет слезы, а не слезы. А почему все? Это невозможно. Это безнаказанность. Это бездействие. И вы считаете, как сказала Наташа, Бог ей судья. Судить не надо. Бог ей судья. Почему она себя взомнила Богом? Почему она, Ярослава, маленького ангела, она лишила жизни. У ребенка. Ребенка собирали по часам. Голова отлетела. Руку собирал папа. Я не могу. Просто я не боюсь, болюсь. У вас как зовут? Валентина. Превысила всю степень своей морали. Села пьяный за руль. Друзья у них также были в машине, которые же сбежали отсюда. Друзья были. Даже ее друзья кинули, зная, что это очень серьезное преступление убить человека. Я просто сравню. Знаете, с чем? Что аборт, что убийство, что садится за руль на презвом состоянии, мы должны нести тоже такое же наказание, как есть в статье 105-е убийство. Мы не имеем права сегодня распоряжаться жизнью других людей. Мы должны отвечать за жизнь других людей. И я полностью присоединяюсь к этому вот сегодня собранию народа, что данное дело не должно пойти спустя рукава. И хочу, чтобы вот это преступление прогремело на всю Россию. Наши законодатели действительно рассмотрели вопрос о большем сроке за езду в нетрезвом состоянии. И считаю, вот данное преступление, оно должно приравниться к убийству. Это моя точка с движением. Я считаю, что соизмеримо будет 5 лет, но ни колонии, ни поселения. Колонии, поселения что дают? Можно и выпить, и закусить, и цветочки посажать, и походить. А общий режим человек должен получить, чтобы испытать. Но я написала свой комментарий. Была бы у нас такая зона, где инвалиды, где изуродованные дети, чтобы вот такие люди несли там и отбывали свое наказание. Ухаживали и смотрели, насколько мы калечим другую жизнь. У меня племянник, я скажу, два года назад, в них фуру врезал, что у ребенка нет левой части лица. Благодаря спонсорам мы ему делаем все возможное. Но водитель понес наказание всего лишь полтора года условия. И считаю, что это несправедливо сегодня законодательство по отношению к совершению данных преступников. В районе полдевятого вечера, буквально метров двадцать туда, их сбило. Очень тяжело говорить. Ребенка порвал в полу. Там осталось. Там же он был. А мать-то вот в этом обладает. То есть еще и протащила она его? Да. Скажите мне, пожалуйста, семья часто здесь гуляла? Да, это вообще место для прогулок обычное. Вот с коляской я смотрю. Ну, как же, тротуар. Сколько метров от дороги? Этот район, они живут здесь буквально вот 200 метров. Вот пишут, что виновата дорога. Действительно дорога виновата? Нет. Это виновата водка. Спасибо большое. Ну как, она ехала по той стороне, а сна вылетела? Почему? Дорога. Дорога широкая. А мухи отрывая. А тем более, гречень 50 километров в час. Ехала 50, ничего бы не было. Спасибо. Простите, пожалуйста, еще минутку, ради бога. Скажите, правда, что я уже сказал, Танечке? Не понимаю. А Танечке уже все рассказали про маму и братика? Да, сказали. Очень в такой мягкой форме. Мы психолога попросили, помог нам. И как она отреагировала? Для этого ребенка. Она пока еще ничего толку не сражает. А как ей объяснили? Ну как, что мама с братьком на небесах. Вот она нарисовала на шариках им приветствие слова. И отравили вверх шарики. Субтитры сделал DimaTorzok.